Всем привет! Меня зовут Полина, я художница, и сегодня за своем канале я буду вам рассказывать, как я создаю свои рисунки, потому что многие оставляли комментарии на эту тему. И, наконец, я записала это видео для вас, то есть в нем я расскажу, какими приемами я пользуюсь, о них подробно расскажу, опишу принцип действия, как материал соприкасается с бумагой, на которой я рисую, какие нюансы стоит учесть. Помимо того, что я выполняю работы под заказ, я еще веду мастер-классы по живописи, поэтому я умею вполне доступно людям объяснять и просто, как создать свою картину с ноля, вот, прям от и до, и даже без наброска. Ну, то есть в студии мы карандашом, к примеру, не работаем, работаем сразу красками, и на самом деле у всех все получается. Так что, надеюсь, мое видео вам поможет, моя информация вам будет понятна и ясна. В общем, первое, что бы я хотела вам рассказать, это, какими материалами я все-таки рисую. Я рисую акриловыми красками, и неважно по бумаге или по холсту, я в любом случае рисую акриловыми красками фирмы Ладога. Вот, мне эта фирма очень-очень нравится, выглядит она вот так вот, вот в таких вот тюбиках. Вот, потому что эта краска очень-очень, очень, так сказать, гибкая в разных применениях и исполнениях. Но, единственное, я бы не сказала, что эта краска достаточно бюджетная, в общем, если вы хотите просто порисовать для себя, насладиться самим процессом, порисовать, так сказать, для души, вот, то, ну, и вы, там, непрофессиональный художник, всякое такое, не зарабатываете этим. В общем, не обязательно тратиться на дорогую краску можно, есть акриловые краски, более бюджетные, вот. И, в целом, они будут тоже неплохие, они подойдут для таких небольших набросков скетчей. Второе, о чем я вам хотела рассказать, так, на какой же я все-таки бумаги рисую для вас все эти красивые рисунки. Ну, надеюсь, что они красивые, вам нравятся. В общем, это специальный блокнот, в названии указано, что он для акварели, но, на самом деле, в нем можно рисовать как маслом, так и акриловые краски. Этот блокнот тоже выдерживает, вот. Просто под тяжелыми красками обычно, если бумага, у нее не хватает плотности, вот, она начнет прям очень сильно гнуться и извиваться. Поэтому плотность бумаги очень-очень важна, вот, я использую трехсотую плотность. Такой, единственный момент, такой блокнот не может быть достаточно бюджетным. Вот, такая бумага дорогая, потому что там идет чистый стопроцентный хлопок. Какие кисти я использую для работы? На самом деле, обычные, синтетические, вот. Чем дешевле, тем лучше. Это вообще ерунда, на самом деле, цена кисти, вот, не стремитесь на них много денег потратить. Знаете, что дорогая кисть, что дешевая кисть, одинаковые быстро приходят в негодность, так сказать, вот, их приходится просто выбрасывать, вот. Кисти самые-самые обыкновенные, единственное, вам понадобятся, там, разные размеры этих кистей, большие там для фона, поменьше кисточки, какие-то круглые с более тонким кончиком, вот. И самое главное, самое главное, вам понадобится кисточка маленькая, она нужна для контура, двойная нулевка, вот. Она прямо очень-очень маленькая с ней, контур обязательно получится просто вообще супер идеальным. Что еще вам может понадобиться для работы? Ну, разумеется, баночка с водой, где вы будете мыть кисточки, тряпочка, от которой вам нужно будет отжимать кисточку от воды, вот. Это не прогенерируйте, это тоже важно. Ну и, разумеется, палитра. Ну и, собственно, вы можете начать работу. Она происходит со стадией наброска. Прежде вам необходимо чем-то вдохновиться и выбрать референс того, что вы будете рисовать. Единственное, когда вы выбираете идею для своего рисунка, умоляю, не стремитесь ее прям идеально дотошно скопировать, потому что вы очень сильно будете к себе придираться и к своему результату тоже. Это ваш рисунок, насладитесь самим процессом рисования, вот. И то, что у вас получится иначе, это не значит, что это плохо. Помимо этого, для первого раза не стремитесь выбирать какой-то суперсложный композиционный рисунок. Вот, то, с чем вы там уверены, то, что я точно с этим не справлюсь. Значит, пока что не время, просто его не берите, не выбирайте. Выберите рисунок попроще. По композиции, по телодвижению, там, фигурой, как она изображена, поворот головы лица. Старайтесь тоже не брать там, там, сверху, снизу профиль и так далее. Вот, старайтесь там либо прямо, либо четко в профиль. Ну, если есть слабый поворот головы, это тоже ничего страшного, тоже можно. Вот, просто старайтесь не брать ничего сложного. Вот, для начала, в наброске не стремимся проработать каких-то супер-супер сложных деталей и так далее. Максимально упрощайте все фигуры, то есть голова, кружочек, там, подбородок, треугольничек. Вот, там, туловище какая-то, там, трапеция, рука сосиска и так далее. Чем больше вы упростите фигуру для себя, тем лучше будете понимать, куда потом ставить следующую линию. Старайтесь как-то сверять какие-то наклоны, там, руки или самого туловища. Вот, для этого, кстати, как сверить наклон, это вообще совершенно несложно. Если, к примеру, взять, там, ну, к примеру, карандашки, если не важно, подносите к рисунку, сверяете, ага, спина наклонена вот так. Вот, переносите к своему рисунку, совпадает ли вот этот вот наклон. Вот, очень простой секрет, вот, всегда работает на самом деле. Чем меньше вас будет ограничивать карандашный рисунок в каких-то проработках и линиях, тем проще вам будет на самом деле работать красками потом. Потому что как раз-таки красками вы потом все и доработаете. Это несложно, там, главное, не бояться что-то делать. И именно на фоновой части, как раз-таки, если какие-то мелкие детали были уже прорисованы карандашом, на фоновой части они все, к сожалению, закрашиваются. Вот, и вам придется находить их заново, поэтому прям прорисовывать набросок лучше не стоит, вот. Ну, а создавать мы будем сегодня вот такой прекрасный арт селяния и хуачена. Ну, и, собственно, я вам рассказала... Ну, и, собственно, я вам рассказала все, что хотела рассказать, так что погнали рисовать. Кстати, то, что я вам расскажу, этот принцип выполнения создания рисунка можно будет применить абсолютно к любой вашей работе. Ну, то есть не только касательно того, что мы сейчас будем с вами рисовать, а вообще относительно любого рисунка. Начинаем с наброска. Использую я обычный карандаш. Стеркой я практически не пользуюсь, так как просто рука у меня уже набита. И стоит учесть то, чем больше вы используете стерку на хлопковой бумаге, тем больше она начинает лохматиться. Краска потом ложится там, ну, не так хорошо, как хотелось бы. Размечаю основное положение фигур и движение волос. Вот такой набросок получился, и этого уже будет достаточно для работы. Как видите, деталей нет. Удобнее всего будет начать закрашивать фоновую часть, так как потом большинство деталей ложится именно поверх фоновой части. Например, такие, как пряди волос. По хлопковой бумаге старайтесь не набирать краску слишком густо. Используйте больше воды и смачивайте ее. На первом слое она будет очень быстро впитываться в бумагу, практически как в губку. Поэтому, чтобы у вас были более плавные переходы между оттенками, тут не нужно стесняться работать более оперативно. Чтобы смешать такой голубой оттенок, я использовала синий, бирюзовый и белые цвета. Далее, чтобы передать глубину композиции, ближе к фигурам я добавляла больше белой краски, а по краям использовала чисто голубой цвет. Затем, когда весь фон уже прокрашен, я начинаю добавлять более насыщенный голубой оттенок с использованием меньшего количества белого. Добавляю его ближе к краям, и чтобы плавно его перевести в цвет фона, чистой кистью я начинаю просто растушевывать границу. В этот момент кисть должна быть слегка влажная, но никак не очень мокрая. Этот прием нам поможет создать переходящий полутон. Разумеется, градиенты можно создавать и другим способом. Но сейчас я вам показываю самый простой из них. Кстати, запомните, у вас не сможет возникнуть той ошибки, которую нельзя будет исправить. Все всегда можно перекрыть краской. Фон я пока оставляю подсыхать и начинаю закладывать основу под селяня. Интересное, конечно, выражение, а ну ладно. Селянь у нас ходит в белом, поэтому я все прокрашиваю в белый. Далее, уже по готовому фону, я начинаю закладывать складки на одежде. Средне-серым оттенком создайте одну-две складки для того, чтобы они не успели подсохнуть. Потому что сразу, как мы их нарисовали, нам необходимо будет их немножечко растушевать. Опять же, чистой, немного влажной кистью, без краски. Лично мне помогает рисовать складки. Опыт, который я получила в художке. Пять лет рисую натюрморты. Но вам постараюсь объяснить это как можно проще. Необходимо прокладывать линии разной длины и разной ширины по форме движения ткани. А растушевка краски по ее краям помогает мне создавать полутона, отображая мягкие изгибы этой ткани. Таким образом, я отделила верхнюю часть рукава, там где находятся плечо и локоть. Далее, показала, как развивается его длинный рукав, показав его движение. И уже следом за рукавом, я начинаю закладывать уже непосредственно юбку от этого кимоно. Теперь точно так же мы начинаем закладывать основу для одежды хуачена. Для этого я не использовала чисто красный оттенок, потому что он получается неестественно слишком ярким. Я добавила к нему капельку черного цвета, чтобы слегка придать ему бордовый оттенок. Но только слегка. Старайтесь аккуратно обходить линию лица, так как красный оттенок светлым оттенком кожи будет достаточно сложно перекрыть. Так как у Эмина будет переходящий градиент от белого к черному, я тоже стараюсь обойти этот силуэт. Теперь начинаем добавлять складки уже на одежду хуачена, смешав красный и черный цвета. Принцип сложения складок здесь точно такой же, как у селяния на халате. Главное не забываем, как только добавили 2-3 складки, сразу их начинаем растушевывать по внешней границе, чтобы придать им плавности. Чем меньше кусочек ткани, тем меньше соответственно будет складка. К примеру, как на рукаве. На подоле стараемся добавлять более большие и длинные складки. А теперь внимание, тут я забыла прокрасить селяню рукав. Просто тупо про него забыла, это нормально. Так что сейчас я его закрашу и продолжим. Сейчас прокладываем основу под телесные элементы. Закрашиваем лицо, уши и руки. Для этого нужно смешать белый, коричневый и красный и желтый цвет. Тогда мы получим телесный. Но проще всего купить готовый телесный оттенок. Чтобы они не получились у вас слишком загорелые, старайтесь добавить больше белой краски. А теперь снова возвращаемся к складкам и создаем теперь чуть более контрастные пятна. Точно так же растушевываю их. Так как без растушевки этот оттенок будет очень жестко и контрастно темным пятном смотреться на белой ткани. Ну и это будет смотреться некрасиво и очень неестественно. Когда я начинаю добавлять более темные складки, те складки, что я закладывала перед ними изначально, я полностью не перекрываю. Они должны лечь наслоением друг на друга. И таким образом складка будет выглядеть более объемно. Возможно сейчас мало что понятно, но в работе важна очень-очень именно поэтапность ее выполнения. По тому же принципу начинаем добавлять дополнительные складки на одежде хуачена. Только набираем оттенок чуть более темный. То есть для этого надо нам добавить чуть больше черного, чем добавляли до этого. С одеждой мы закончили, теперь начинаем раскрашивать более мелкие детали. Я закладываю основу под эмина. Ну кто не знает, это меч хуачена. Самую верхушку я раскрасила максимально светло-серым оттенком. Далее при опущении вниз я начинаю подмешивать все больше и больше черного цвета, при этом сглаживая эти оттенки между собой. Точно так же растушевывая просто чистой кистью. И самый кончик меча я раскрашиваю просто в черный цвет. Теперь раскрашиваю цацки на руках хуачена. Он же у нас весь в серебре ходит как цыган. Вернемся к заднему фону. Так как он у нас полностью просох, я могу заложить теперь более контрастную глубину. По сухому первому слою цвет повторно ляжет более плотно и создаст тем самым более насыщенный переход. Для этого я смешивала синий, бирюзовый и черные цвета. И каждый новый добавленный оттенок между собой я просто растушевывала чистой кистью для плавности. Благодаря такому градиенту наша композиция обретет не только глубину, но и создаст большую отцентрованность этих фигур, сосредотачивая на них наше внимание. Теперь мы переходим к моей любимой части. И будем раскрашивать их прекрасные длинные великолепные волосы. А создание красивых струящихся прядей это то еще искусство. Смешивала я белый, коричневый и черные цвета. Кисточку выбирайте с тонким кончиком. При создании волос не стремитесь делать короткие мазочки. Старайтесь вести кистью до конца пряди. Мазочки прядей старайтесь добавлять по форме прически или же по форме роста волос, так как направление мазка поможет вам передать форму. В волосах это очень-очень важно, точно так же, как и в передаче ткани. Создавать волосы мы будем путем наслоения красок друг на друга разных оттенков. Создавать переходы от темного к светлому, показывая где-то тем самым теневые части. И непосредственно блеск волос там, где попадают на прядки больше света. Чтобы волосы у них получились такими же крутыми, как в рекламе Handle Shoulders. Не стоит усложнять себе задачу и добавлять разные прядки разных цветов сразу все вместе. Набрали сначала один оттенок краски и везде его проложили. Старайтесь немного их изгибать и заворачивать, чтобы волосы были более струящимися на ветру. А также старайтесь не делать прядки одинаковой длины и одинаковой толщины. Далее мы начинаем прокладывать более светлый тон, смешав абсолютно те же самые цвета, но добавив при этом больше белой краски. Старайтесь свет на прядях, на челке, на макушке и на пучке добавлять именно на более выпуклых моментах. Там, где по форме шара у вас она заворачивается. На длинных и развивающихся прядей просто добавляйте эти мазки сверху, при этом не перекрывая ту базу, которую вы уже туда проложили. Теперь снова проделываем все то же самое, но еще более светлым оттенком, подмешав еще больше белой краски. Как видите, те светлые пряди, которые мы с вами уже проложили, они поменяли свою тональность и стали более бледными. Это нормально, потому что краска немного впиталась в бумагу и при высыхании она в любом случае меняет тон. И точно так же вы до конца не перекрываете передыдущий оттенок, делая такие блики более тонкими и изящными. Теперь мы начинаем прокладывать теневые части на волосах. Для этого мы уже смешиваем черный и коричневый цвет. Для того, чтобы краска легче наносилась и лучше проводила прядь, не забывайте добавлять чуть больше воды в краску. Таким образом, мазок будет идти более плавно. Обратите внимание, что большая часть тени ложится на начало пряди и на конец пряди. Такие как основание челки, основание пучка и большее количество тени ложится именно под сборку волос, так как там есть падающая тень. С тенью старайтесь не перебарщивать, прокладывайте мазок очень аккуратно и деликатно, как бы складывая мазочки между друг другом и нанося его под прядь волос. В процессе темными линиями вы можете добавить больше мелких волосинок, которые разлетаются во все стороны. Но тоже не перебарщивайте, чтобы они не выглядели как током торкнутые. Теперь, чтобы показать более активный блеск на волосах, я использую уже чисто белую краску и прохожусь снова по этим прядям. И в основном наношу я белую краску именно на выпуклые части, там где прядь у нас изгибается больше всего. Теперь мы переключаемся на самую маленькую кисточку, двойную нулевку, о которой я вам рассказывала в самом начале. И начинаю создавать красивый контур. Контуром я начинаю выделять не только внешние границы, но и также добавляя его немного в некоторых местах на складке. Как только мы начинаем все объекты разграничивать, картинка в мозгу начинается складываться более понятно и более логично. Помимо создания волос, это моя любимая часть выполнения. Контур стараемся проводить очень аккуратно и внимательно, чтобы у нас между собой не перемешался рукав и подол. Если контур будет обозначен неверно, мы просто потеряем форму. Теперь точно так же черной краской я немного добавляю небольших прядей на волосы. Но точно так же в небольшом количестве той же самой маленькой кистью. С черной краской стараемся не перебарщивать, чтобы селянь не потерял свой цвет волос. Черная краска служит именно для разграничивания. Одним контуром я начинаю вводить весь меч и мина. Но чтобы он не выглядел как прилепленный, дадим ему немного красивой структуры. Покажем, что на нем есть какие-то узоры и поставим закорючки. Лицу надо добавить тоже теневой части с помощью растушевки. Используем тот же оттенок, чем раскрашивали лицо, но добавим чуть больше коричневого. Ну и мелкой кисточкой добавила глаз и повязку. Теперь, чтобы наш фон казался более многосложным и заполненным, начинаем добавлять бабочек Хуачена. Добавляем их разного размера в разном развороте, чтобы передать их движение. Но бабочки не могут летать только вокруг персонажей, так что по версии Ляни и Хуачена тоже их добавляем. Таким образом мы передадим объем и глубину нашему рисунку. А теперь используем прием из детского сада. С помощью зубной щетки начинаем набрызгивать белую краску. Потом, чтобы добавить более крупных белых точек, я использую пушистую кисть. Ну и все, наш рисунок закончен. Надеюсь, вам понравился этот видео урок. Забудьте поставить лайк и оставить комментарий. И будет классно, если вы попробуете создать свой рисунок и поделиться своим результатом в моем телеграм-канале в комментариях под последним постом. Ссылку на который я оставлю в комментариях под этим видео.